мои дорогие друзья всем привет мои хорошие сегодня понедельник трудный день но не у меня несмотря на то что я очень промучилась всю ночь с этой рукой опять на обезболивающих я не знаю прямо вот так вот натрудилась она работалась она у меня это моя рука но все-таки мне пришлось уснуть немножко сеня подольше поспала и занимаюсь сегодня своими делами и хочу с вами чуть-чуть посекретничать и рассказать вам одну новость которая недавно произошла но из-за многих событий я ее упустила из вида и не поделилась с вами а как я без вас скажите когда вы уже часть моей жизни знаете о всех моих новостях в моей жизни так вот даже можно сказать несколько новостей первая новость начнем с первой новости так и первая новость это касается суда моего мужа с его бывшей женой опять мы возвращаемся к ней да 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 недавно прошел суд и все закончилось не в пользу моего мужа но в каком смысле в том смысле что мой муж проиграл это дело с одной стороны он как проиграл конечно я не против того чтобы он поднял алименты своему сыну но его жена оказалась хитрее коварнее чем мы думали я так думала наоборот но мы надеялись на бога что бог нам поможет ну чтобы что есть что произошло тому не миновать алименты подняли в два раза но не настолько сколько она требовала пять раз она требовала поднять алименты он будет продолжать платить своему сыну и своей бывшей жене ну наверное может полтора года осталось сыну ну а ей будет наверное до конца ее жизни пока она не выйдет замуж или пока не выйдет новый закон на который многие мужчины турецкие надеются что скоро выйдет он и закон будет на стороне уже турецких мужчин а суть этого закона в том что там будет например например какое-то определенное количество времени вот допустим вы женаты пять лет вдруг вы развелись и вот пять лет например муж обязан вам платить сколько лет вы были в браке столько вот и насколько насколько я это поняла не знаю правильно ли это я поняла как мне объяснил но что-то будет меняться потому что очень многие турецкие мужчины борются с этим так вот мои хорошие у нас было одно единственное доказательство и фотография которую она выложила в соцсетях что она там на месте работы с другими своими коллегами сфотографировалась и знаете что она придумала этому вескую причину что это магазин его брата и когда было открытие все семью решили подержать все переоделись в маечки и сфотографировались для рекламы и там она не работает вот так вот мои хорошие бывает и такое но бог всем судья мы что-то обязательно должны думать в отношении его коварной бывшей жены которая не успокоиться над этом и мой муж еще одна новость сюрприз который он от меня скрыл сначала но вот недавно вот он мне это рассказал и я была конечно в шоке и сказала лучше бы ты мне сказал все сразу чем через спустя столько времени для меня это был шок шок в чем первую значитель жалобу она подала в марте и вот с марта собралась уже какая-то большая сумма огромная и вот он должен заплатить это вот так вот что делать он тоже весь понервничал и именно это испровоцировала его и испортила настроение во время ужина и он про подавился этой рыбной костью кстати сегодня ваш к ему все хорошо мы не пошли к врачу потому что наверно я вчера одела перчатку засунула палец засунула такое некрасивое слово без него не обойтись засунула палец ему в глотку и начала там ковыряться конечно он сопротивлялся меня держал за руки но я его как схватила и сказала терпи потому что по-другому он не давался и что-то я ему там расшевелила этим своим пальцем мой аж кэм сейчас пошел на базар отовариваться ну а я естественно покажу что почем у нас сегодня на базаре еще не такая уж хорошая новость у меня с батуми а именно не касается моей семьи но касается моей родины увеличивается число больных коронавирусом и я очень переживаю за мою маму которая любит выходить покупать ходить по базарам вот так она привыкла тащить сумки что-то делать но естественно вот я очень боюсь а пусть бог хранит ее и всех людей потому что вот хотя говорят что многие не верят но это что то есть какой-то вирус друзья мои я очень часто общаюсь со своими подписчиками которые мне пишут что они только переболели рассказывают а об этой болезни и и процессе страшном как они это перенесли и после болезненном периоде силы теряются люди очень ослабевает иммунитет реабилитационный период очень долгий так что друзья мои несмотря на то что мы не верим но что то есть какая-то болезнь ходит еды на соблюдать элементарные методы предосторожности кстати я прочитала комментарий под своим последним видео и там вот я чтобы вам показывала мадам коко и все естественно щупала трогала вы знаете что мы настолько привыкли обрабатывать руки свои за антисептиками что и не трогать себя за глаза за нос за рот то постоянно мои руки в каком-то растворе вот это хорошо что везде у меня в сумке постоянно раствор антисептика в любом магазине при выходе при входе везде антисептики стоят так что я руки обрабатываю вы не переживайте за меня мои хорошие с божьей помощью все будет хорошо ну что буду ждать аж кэма сейчас позвоню чтобы он еще морковку купил и буду продолжать заниматься своими делами посмотрите посмотрите он сказал что нужно ее снять потому что он сделал какое-то необыкновенное покупки сейчас посмотрим аж кем запах как подготавливается ага чемпида калдым семечки не kadar чекидек он миша 15 лет ящик сыр 2танам 2 вида дел мейвы королек 2 килограмма изюма огурчики взял красивые говорила кабачки взял аферина шкаф не мандарины 2 кило взял фраза кузель аферинсен увидишь кэму я хотела звонить а он купил сам небо а капусту такую красную взял если бы не будет дракон 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 посмотрите о будем пробовать сашка его в дракон сливу красивую какая слива ого как яблоки как он радуется бананы не мусс 9 лир килограмм красивые могу помидорчики аферинсы 2 кило видите я попросила в аккаунда купила в аккаунда перед сеночка покажи покажи гестер оберас день день лиме клязим полежать должны они будем с вами кушать бутерброды ухты грушки груши аферинсен аферин какой счастливый пришел картошечку взял аферинсен аж грушка лучок 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 и сикки шевар дарсан айр ги иксик и йог хэп алдинсен пираса я паим бюгюн пираса лимонвар тама му гюзель не кадар ухэп сколько за платил ты за все сколько за фрукты 45 10 лир изюм ой виноград драконы kadar дракон 7 7 лир стоит это драконы какой он интересный нам кунирдео дракон вы ели когда-нибудь будем пробовать экзотические фрукты города турции 10 лир 5 лир на каждой кунируде 10 лир 70-80 лир но ничего. Но нам много времени. Много. Много. Аферин. Не есть, не нет. Очень маленький. Как он спотел? Ашкин, мне не говорят? Боя говорит, что ты очень красивый. Ашкин, сессистен, красивый. Да, не? Я говорю, что когда он снимал видео? Я говорю от тебя, что я не кричу так. я не кричу так, только когда видео снимаю, кричу Ашкин. Ураган Гиби. Ураган Гиби. Да, видите? Когда она снимает видео, она такая. А я такая нежная машина. Я такая ласковая, друзья мои. Мини мошки мочок северу. Ди или мошки? Друзья мои. Как можно мужу такому? Сейчас кафе не сделать. Моему мужу. Ну все, друзья мои, буду закрываться. Иду его просто целую, обниму. Ааа, у нас нету мурта. Мурта пазарда сатылает, да. И чок чанто долду. Много деревенских яиц, но не спросил. Сумка полная была, а я в обеэтажка. Ей мурта, герек бизы. Хозяин дела, какой счастливый, когда он что-то покупается без меня. Когда я хожу, там, как главное, он не так себя чувствует. И поэтому я ему даю возможность самореализоваться. Не так ли? Мы сейчас сделаем кофе, и Ашким это порежет, и будем вместе пробовать. Ну что, привет, мои хорошие. Будем пить кофе с Ашкимом, да? Давно мы не пили кофе, да, наши балкончики. Чок заманучий. Сейчас смотрите, какой этот. Буген, он с Экис, Касим, Касим, Экин. Он докус? 19-й, он докус. А мы сидим вот такие раздетые. Ашким как спотел. Не смотрите на него. Траши яп моды, Чунгок, хаста ланды. Он у меня же заболел, с этой костью не мог. Хаста. Хаста, хаста. Ничего, ничего. Какой мокрый, как будто его помыли. Давай, кушай русские конфеты. Оксана нам, Оксана конфетки эти нам дала. Оксана уехала, приедет скоро. Обратно. Ну, седа Мерсина, где-то, когда-то, 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 конфеты и сделаешь. Да, он, знаете, что сказал, мы конфеты хотим. Кто приедет к нам в гости, приезжайте с конфетами. Очень вкусная Аленушка. Что это? Туркиш. Он турецкую зал. У нас туркиш. Туркиш, да что? А, чоколад, водка там. Водка, да? Абана, слава. Ямур ягодок, киви. Мы ждем дождя, но говорит, будет или нет? Мерс. Олджак, му, олджак, му. Ортада. Наталья позвонила. Абсана селям, деды. Абсана селям, деды. Очень красиво, деды. Наталья позвонила. Все хорошо, изучает этот район. Делали закупки. Сейчас хотят они застеклить балкон. Нашим джами из терлого балкона. На субу я поджам. Потому что дует ветер, говорит, зимой будет холодно. И вечером мы тоже уже, я давно уже укрываюсь одеялом, приятно так. Вот так, говорит, все отлично. Ходили на море, на пляж. И, говорит, немножко, говорит, русских не видела, турка видела. И, говорит, море мелкое в районе Теджик. Ну, у нас мезет ли здесь хорошее, правильно же? Диор, Дениза, гид ты. Диор, кучук, Денис. Мелкое, как по-турецк. Турчий, как по-турецк, мелкое. Букадар, букадар. Гиддиор, гиддиор, Дениза. Букадар, букадар. Более Денизи. Кучук Денис. Кучук? Он сам не знает. Кучук Денис, он может герл. Как наса? Герл. Герл, озеро. Озеро. Ну что, мы сейчас сашкой мы будем выпить кофе и потом будем дракон кушать. Я вам это обязательно засниму. Как они будут дегустировать тоже. Ждите, не переключайтесь. Будем резать и пробовать этот фрукт. Он говорит, первый раз, говорит, режем. Ашкем, сын, как ты заман? Я шьерсун, насл ильк и йорсун. Сколько, говорю, времени ты живешь в Турции? И как ты первый раз пушишь? Ты первый раз пушишь? Решили поменять нож, потому что тот нож не подошел. Чабук, чабук, Ашкем. Букадар, букадар. Так это надо делать. Как гранат, унаргиби. Как кричат с базара, вам слышно, наверное. Крикуны, но они этим самым завлекают клиентов. Рекламу делают. Да, да. Посмотрите, как выглядит интересно этот фрукт. Сейчас мы будем пробовать. Ашкем? Он так все аккуратно делает. А, ножом нельзя. Мне нравится. Какие мейвы? Мейве не нравится? На какой? А, на грушу. Кому? Амурт. Безиньер, не ли? На грушу похоже. А если эти семена я соберу, посажу себе. Короче, похоже на грушу. Кушайте дракон. А, что ли более? Это говорит, не файдалы. Очень полезное, говорит. А, Эрдуан? Эрдуан любит этот дракон. Так что кушайте. Ну что, мы будем доедать. А с вами на время прощаемся. Ашкем снова пришел с покупками. Что принес, Ашкем? Показывай. А, вот это буду я делать, знаете что? Суп. Не пахнет. Судюк взял. Это взял. Светин взял. Только я все убрала. Нелвин. Яйца. Курицу. Это фейнерал. Фейнерин. Варешки вайны. Как он любит эти сыры. Ну вот еще. Ходит, ходит. Надеюсь сегодня. А это не когда был? 167. 167. 168. Ага. А мамашка маферин. Я сейчас готовлю ужин. Спраса, намуза фруктов. Готовлю ужин. И здесь только сложила все. И разобралась. И он опять принес. Буду готовить, девочки, мальчики. Покажи, Соличка. Побрился. Наконец-то. Вот такой я голодный. Посмотрите, я сделала такую прасу. Лиса больше, чем праса. Вот такие салатики. Будем сейчас кушать со Шкинчиком. Приятного нам аппетита. И вам приятного просмотра. Спасибо, что досмотрели меня до конца. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Хорошие только. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok